Пластик используется повсеместно. Губка, которой вы моете посуду, пластиковая. Он входит в состав автомобильных шин, изрядная доля нашей одежды содержит синтетику, а о пищевой упаковке и говорить не приходится. Несмотря на то, что все больше жителей нашей страны стараются подходить к вопросу утилизации ответственно, нередко пластик оказывается так или иначе смытым в океан. Причем вы можете об этом даже не задумываться, но, например, во время стирки синтетическое микроволокно скатывается с одеждой и через слив стиральной машины отправляется в совершенно ненужное путешествие к морю. Кусочки пластика в большинстве своем не тонут, а постоянно мигрируют в толще воды и на ее поверхности, где рыба и морские животные принимают их за планктон или мелкую рыбешку. Далее рыба попадает в сети, и таким образом пластик возвращается к нам на стол. Пластик, попадающий в море, это глобальная и усугубляющаяся проблема. Согласно последним данным, каждый год в океане смывают до 10 миллионов тонн пластика, где он сохраняется до 400 лет, не разлагаясь. Если так будет продолжаться, то к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы. В желудке почти каждой морской рыбы или перелетной птицы можно найти кусочки пластика. Часть представленных на выставке материалов не для слабонервных. Показываемые здесь документальные фильмы наглядно демонстрируют, к чему привело загрязнение мирового океана синтетикой. Есть очень простые способы снизить загрязнение океана пластиком. Для начала обратите внимание на губку, которой вы моете посуду. Она может быть органической, а не пластиковой. Стирайте синтетику аккуратнее, чтобы частицы не попадали в сточные воды. Внимательно присмотритесь к своему скрабу. Он тоже может содержать частицы пластика. Также Асмусен обращает внимание на то, что большинство пластика мы используем, запаковывая продукты питания. Не случайно уже около года в Эстонии ведутся разговоры о запрете бесплатных синтетических пакетах в торговых центрах. Можно начинать как бы с мелочей. Например, вместо того, чтобы покупать каждый раз воду в новой пластиковой бутылке, можно купить многоразовую и наполнять ее водой из-под крана по мере необходимости. В общем, здесь как никогда к месту звучит старый, проверенный временем лозунг экологов «Думай глобально, действуй каждый день». Выставка доступна для посещения в образовательном центре энергии в течение месяца. Алексей Иванов, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.